Новый самолет Ан-178 государственного предприятия «Антонов» может получить имя крымско-татарского летчика, дважды героя Советского Союза Амитхана Султана. Коллектив госпредприятия инициировал народный конкурс на название нового транспортного самолета, который является высокотехнологичным проектом Украины. Представительство Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве, Министерство информационной политики Украины и Уполномоченный президента по делам крымских татар обратились к предприятию с просьбой поддержать название для самолета «Амитхан-178». Відомо, что государственное предприятие 22 жовтня оголосило конкурс на название «Летака». Закончится этот конкурс 19 грудня и у нас есть час, мы створили в фейсбуке строчку «Амитхан-Султан-178». Лайк – это голос. Поэтому мы так же просим поддерживать и эту информационную, и общественную компанию, и поддерживать и назвать «Летак» вместе с нами. Напомним, в честь «Амитхана-Султана» в этом году был назван аэропорт «Симферополь». Легендарный «Летчик-испытатель» известен участием в сотнях воздушных боев. Участвовал в испытаниях ста типов самолетов и их модификаций. Погиб в небе при испытании нового реактивного двигателя самолета 1 февраля 1971 года. Разработка украинского транспортного самолета «Ан-178», для которого сейчас ищут название, продолжалась около трех с половиной лет. Это своеобразный рекорд для авиационной отрасли. Самолет удачно дебютировал на мировом авиашоу «Ле Бурже-2015» и сейчас проходит программу летных испытаний. Принять участие в конкурсе на лучшие названия украинской новинки может каждый желающий. Тем, кто желает, чтобы он носил имя крымско-татарского летчика, необходимо поставить лайк на одноименной странице в Фейсбуке. Для сторонников других названий предлагается страница завода «Антонов». Среди вариантов здесь «Афалина» в честь одноименного рода дельфинов «Атаман», «Гайдамак», «Надежда» в честь украинской политузницы «Савченко», «Киборг» в честь украинских военных, «Бандера» и другие. Продолжение следует...